Приветствую вас. И в первую очередь нужно сказать, что ненависть никогда не имеет отношения к лично человеку. То есть даже если вот человека ненавидят, сам человек здесь в общем-то ни при чем. Именно сам человек, он ни при чем. Потому что ненависть это чувство такого немножечко другого рода, если угодно. Если можно так выразиться. Ненависть это немножечко другое чувство. Оно связано с тем, что каждый, каждый или лучше сказать кто-то, кто-то видит угрозу, видит угрозу в том или ином человеку. Но, как вы, я надеюсь, понимаете, что восприятие того или иного человека, субъекта в качестве угрозы, это субъективное очень, субъективное понятие. И если мы говорим о подобной субъективности, то ее нельзя воспринимать как объективную реальность, проявление объективной реальности. И такого человека, который воспринимает как-то негативно другого человека, ненавидит его и так далее, цель воспринимать жалостью. Именно жалостью. Жалость это ключевое чувство, которое необходимо здесь. Потому что ненавидящий человек, это человек достойной жалости, это несчастный человек, это очень печальный человек, и у него очень много конфликтов. В том числе он считает для себя, считает для себя, что кто-то, кто-то мешает ему объекты его удовольствия. Понимаете? В данном случае и дочь, и внуки мешают для удовольствующих человека, лишают его объекты удовольствия. Именно это составляет верно ненависти. Теперь подумаем, отвечаете ли вы за объект удовольствия другого человека? Теперь подумаем, виноваты ли вы в том, что человек этого объекта не может достичь. Ну, конечно нет, не виноват, безусловно. Значит, мама, бабочка просто не удовлетворена по жизни. И все. И все. По большому счету, это единственное, что нужно понять. И далее, вам уже стоит действовать исходя из того, чего хочется вам, чего хочется детям, чего хочется вашей маме. То есть, вам в первую очередь нужно проложить все усилия для того, чтобы ваша мама никак вам не наносила вред. Не обратно, в любом случае. Потому что, ну, вред неприемлемый. То есть, необходимо сперва разобрать границы. То есть, где маме можно, что маме можно, и что маме категорически нельзя, вплоть до фактического или физического, значит, исключение из вашего круга взаимодействия. Да? Второе. Маме, поскольку это все-таки мама, и, ну, как бы от нее куда не денешься, нужно объяснить, как с вами можно общаться. Какое общение, какой, ну, скажем так, формат общения вы воспринимаете? Или вы считаете приемлемым для себя? Вот. Какой формат общения вы считаете для себя приемлемым с ней? И все. И либо она соглашается на него, либо нет. И вот так вы и приучиваете свою маму к тому, чтобы она относилась к вам с уважением. Если хочет общаться, пожалуйста, пусть общается. Если не хочет общаться, то, соответственно, не общается. Вы терпеть как бы не будете, да, ее отношения. Что касается внуков, то здесь можно и нужно объяснить им всю суть проблематики, касающейся вашей мамы. Вот. И, соответственно, необходимо, чтобы они так же понимали, что у бабочки проблема. Вот. Вообще, это все серьезные проблемы. Она ненавидит. Маму детей и их там их. В общем, они ни в коем случае не думали, что все дело в них. Вот. Далее. Если вам, ну, я так полагаю, что вы дочь этой женщины, которая ненавидит вас и ваших детей. А если вам необходима мать, да, то есть, ну, вот вы чувствуете непопредственность в поддержке своей мамы. Это, конечно, тяжело. Это, конечно, не самый лучший расклад, но вы можете сделать такую вещь на самом деле, да, как замену. То есть, найти замену поддержки мамы. Либо, может быть, более честно общаться с другими, с друзьями, либо более близко взаимодействовать с отцом детей. Либо, может быть, найти себе наставника, который бы заменил вам, ну, в той или иной степени маму настолько, насколько это возможно. Понятно, что маму ничего не заменит. Это понятно. То есть, никто здесь о полной замене не говорит. Но, тем не менее, тем не менее, да, такой момент имеет место быть. Вот. Ну, вот, в принципе, то, что можно вам сказать, исходя из того, что вы написали. Жалко внуков в этой ситуации, безусловно, жалко внуков. Вот. Но внукам, в принципе, если объяснить, то они поймут, они довольно легко адаптируются, если они маленькие. Если большие, то, тем более, достаточно легко адаптируются. Вот. И, по сути дела, по сути дела, это единственное, что вы в силах предпринять для нейтрализации, как бы, маминого поведения. С точки зрения психологии, можно было бы еще порекомендовать исключить, как бы, возможные влияния на вас, моделей поведения мамы. 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 Ваши. То есть, чтобы вот эта вот ненависть и проблемы, которые у нее совершенно очевидно были, их были и есть, не влияли на вас. Вот. То есть, это вот то, что очень нужно вам, ну, желательно, по крайней мере, для того, чтобы быть уверены в том, что вы не повторите путь своим. А для этого необходимо разобраться, откуда возникла ненависть, на почве чего, и вы сами легко увидите, что к вам отношения там, в общем-то, никакого нет. Вы увидите, что вы здесь абсолютно ни при чем, совершенно. Вот. И вам самой уже будет немножко легче. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.